Приветствую вас! На грубость стоит отвечать исходя из того, чего вы хотите, то есть какого результата вы хотите. Если вам хочется просто, скажем так, защититься или подавить человека, то можно соревноваться в том, насколько каждый из вас мастерски владеет словом, насколько мастерски может поддеть, так сказать, человека, да, и так далее. Это если вы считаете для себя подобный, ну, подобный аспект возможным. Если нет, если вам важно просто, скажем так, выработать какую-то позицию по данному вопросу, просто какую-то позицию выработать нужно, то я думаю, что в этом случае, конечно, правильнее было бы никак не отвечать людям на грубость. Никак от слова вообще никак. Вот. И просто-напросто либо включать юмор, то есть с юмором подходить к вопросу. Либо включать юмор, либо просто-напросто игнорировать человека, просто игнорировать его. Потому что, ну, понятно, что гармоничный, уверенный в себе, значит, человек не будет не скатываться до оскорблений, не будет он ввязываться в какую-то полемику, в какой-то спор и так далее, так далее, так далее, вот. Ну, это, опять же, такая история, что здесь вы решаете сами, как вы хотите, что вам нужно, что вам лучше, что вам, может быть, интереснее, вот. Я думаю так. Это к вопросу о том, как, значит, отвечать на грубость людям. Вообще, надо сперва разобраться, как так получилось, что вы с людьми связались с теми, которые вам грубят. Да, то есть, ну, вообще, нужно стараться общаться с теми людьми, которые, ну, относятся к вам хорошо, адекватно, с уважением. Вот. А если вы, вы надействуете, собственно, с теми, кто вас, ну, не уважают, то возникает вопрос, а зачем вам вообще такие люди и нужны ли они вам такие люди? Ну, вот. Это, мне кажется, очень важный момент, если мы хотим вам помочь. Ну, именно, вот. Именно, в данном контексте, конечно же. Дальше. Дальше. Следующий пункт, как добиться уважения. Да? Пишите вы. Как сделать так, чтобы тебя уважали и ты была гордой? Ну, во-первых, чтобы уважали, именно уважали, нужно уважать себя. Чтобы уважать себя, нужно чувствовать себя значимым. Чтобы чувствовать себя значимым, нужно заниматься теми вещами, которые вам нравятся, которые вас устраивают, которые доставляют вам радость, удовольствие, вот, и так далее. Вот. То есть только так, занимаясь любимым, можно сказать, делом, да, только таким способом, вы можете, ну, добиться того, что вас уважали. Хоть я и не очень в данном случае понимаю, зачем вам именно уважение, вот, ну, конкретно уважение. То есть оно же вам важно уважение, уважение-то для вас ценно чем-то, вот. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы вы как-то вот этот вопрос более детально разобрали. То есть, что ценного в уважении людей для вас? А вот, что касается гордости, я, честно говоря, вообще не понял. В гордости нет ничего хорошего. По крайней мере, вам надо бы для себя как можно, как можно более чётче определить, зачем вам быть гордым. Почему я хочу быть гордым. Зачем мне это нужно, собственно говоря. Понимаете? Вот. Вот. Это, собственно, то, что необходимо вам для себя понять. Это то, что вам необходимо для себя выяснить. Вот. В первую очередь. В первую очередь. В первую очередь. Дальше. Ну, нужно понять, что вы вкладываете в это, значит, слово гордость. То есть, что для вас есть гордость по сути дела. Что представляет из себя гордость для вас? Вот. Может быть, вы её неправильно понимаете, например. Может и такое быть? Ну, мне кажется, вполне. Вот. То есть, здесь, конечно, тоже требуется, ну, корректировка. Как вы понимаете. Понимаете. Вот. Так вообще гордость от людей отталкивает. Так вообще гордость делает человека более одиноким. Если он не умеет адекватно ею пользоваться. Ну, гордостью я имею ввиду. И, соответственно, аккуратно подходите к этому моменту. Аккуратно и не переборщите. Я полагаю, что вы говорите всё же немножко про другое. Вы говорите, на мой взгляд, не совсем про именно гордость, а вы говорите, возможно, про что-то связанное с личными границами. Возможно, что это вы хотите. Вам хочется отграничить себя от людей других. Вам хочется как-то, ну, может быть, обезопасить себя от других людей. Вот. Я думаю так, скорее всего. Обстоять дела. И в таком случае здесь, собственно, многого не нужно. Здесь вполне достаточно, чтобы вы просто не вовлекались в деструктивные отношения. с людьми. И всё. Что-то именно не вовлечение. И это будет означать, что вы не нарушили свои личные границы. Вот. Ну, а людям, людям, им в общем и целом, зачастую, да, им нужен шанс, им нужна такая возможность проявить себя, если угодно. И здесь достаточно легко, значит, оттолкнуть от себя именно нужных людей. Поэтому более эффективнее, когда вы всё же делаете упор не на годность, а на чёткое понимание того, где, допустим, вы, где другой человек, где заканчиваетесь вы и начинается другой человек. Вот. Это, мне кажется, куда более такая эффективная тактика. Ну, а я думаю, что вам правильнее будет всё-таки пояснить, что вы подразумеваете под гордостью. Что вы подразумеваете под ней, что вы хотите, значит, в результате этого получить. Вот. Я думаю, что это будет правильным, дабы, дабы нам с вами не наломать дров и не сделать вашу жизнь ещё более, ну, тяжёлой. Почему ещё более, ещё более тяжёлой, потому что вы не от хорошей жизни, я думаю, обратились к нам на ресурс. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого-самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Что за кадром в сети здесь рисунок приходитved. Продолжение следует...